Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет обзор «Праймерис Единой России». 17 апреля начались дебаты участников «Праймерис Единой России». Победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты на сентябрьских выборах в Госсобрание Республики. Заявки подали более 500 человек. Это люди разных возрастов и профессий, не все из них являются членами «Единой России». Радиостанция «Эхо Москвы» следит за ходом «Праймерис» на специальном сайте «Предварительное голосование-2018» и рассказывает слушателям самое интересное. 14 мая на дебатах, посвященных экономической политике и поддержке предпринимательской инициативы, председатель Уфимского горсовета и управляющий директор УМПО Евгений Семивеличенко рассказал, что завод планирует расширить производство продукции гражданского назначения. Главный врач Уфимской 13-й больницы Эльза Сертланова отметила, что в экономически развитых государствах предпринимательской деятельностью занимается 60% населения, а у нас только 20%. 15 мая в Чешмах на дебатах о трансформации «Единой России» в партию путинского большинства, ректор педуниверситета Раиль Асадулин высказал мнение, что патриотизм – это неврожденное качество, оно формируется извне, а система ЕГЭ при этом играет отрицательную роль. Руководитель аппарата Ассоциации молодых депутатов Башкирии Гульнас Байтимирова рассказала о своем видении настоящего патриотизма. На дебатах в Янауле спикер Курултая Константин Толкачев выразил мнение, что государство должно быть сильным и в основе патриотизма прежде всего лежит любовь к государству. Он добавил, что много негодяев любят свои семьи, любят свой город, но любовь к государству должна находиться в основе любого патриотизма. Напомним, что предварительное голосование Единой России состоится 3 июня.